Бои у озера Хасан в Приморье обсуждают на Всероссийской конференции. В трехдневном мероприятии среди докладчиков выступят известные историки, краеведы, писатели, сотрудники музеев и архивов, представители Русского географического общества. В кинозале для участников мероприятия будут демонстрироваться документальные художественные фильмы и работать локальные площадки и выставки. Важно заново вернуться к теме военного противостояния у озера Хасан. Объективно осмыслить его причины и таким образом актуализировать место и значение Хасанского вооруженного конфликта в отечественной и мировой истории. Выступивший на открытии конференции глава региона подчеркнул, что память об этих событиях необходимо хранить и передавать подрастающему поколению. Мы со своей стороны делаем все, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение. И те молодые ребята, юноармейцы, школьники, которые сегодня участвуют в этих мероприятиях, это как раз передача того подвига, который так или иначе войдет в их сознание. И когда придет то или иное время, они также будут надежными защитниками нашей страны. Также боям у озера Хасан посвятили книгу. После торжественного открытия конференции прошла презентация исторического альбома «На рубежах мужества» в рамках Дальневосточной книжной выставки «Печатный двор». Книга издана по губернаторской краеведческой программе приморским издательством «Русский остров». Работа Александра Пименовича «На рубежах мужества» – это уникальнейший материал, его как пограничник, который собран именно к юбилею, код, на основании глубочайших изучений всех архивных документов, писем, воспоминаний. Хасанские события являются важной частью истории нашей страны. 85 лет назад военный конфликт привлек внимание всей страны. Наши предки с честью выполнили почетную миссию и отстояли неприкосновенность российских территорий. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.